Золотая нота В этом году проводится 19-й краевой конкурс вокалистов «Золотая нота». Конечно же, наша задача – это выявить, найти талантливых юных и молодых вокалистов Алтайского края, конечно, города Барнаула, может быть, других регионов, поддержать педагогов, которые очень плодотворно с ними работают, музыкантов, аранжировщиков, то есть сделать жанр вокального искусства доступным и реализовать его именно в рамках нашего конкурса. География только Алтайский край? Нет. Как видите в названии – «Открытый краевой конкурс». То есть у нас за эти годы, позволю себе такую информацию, да, много, практически все области и края Сибирского федерального округа принимали участие. Да, это и Красноярский край, Томская, Омская, Новосибирская, Кемеровская области. В этом году у нас город Новосибирск, наши гости, и Республика Алтай традиционно представляют номинацию «Классический вокал», там очень крепкая школа и неоднократные победители и лауреаты, вот из Горно-Алтайска к нам приезжают. Ну, естественно, город Барнаул в большом количестве представляет, и, конечно же, из практически всех уголков нашего Алтайского края приедут к нам участники на конкурс. Вот это открытый конкурс. Предполагается, что можно прийти посмотреть на прослушание или что-то там, допустим, не знаю, на выступление какое-то? Конечно, тоже одна из целей, да, при проведении конкурса – это популяризация жанра. И поэтому наши конкурсные прослушивания, они доступны, они свободны. И в Городском дворце культуры мы ждем всех желающих с 10 утра 7 и 8 декабря и 9 декабря на прослушивание вот в номинациях «Эстрадное исполнительство», «Классический вокал», «Народное пение», «Народное пение», «Стилизация», да. А 10 числа в концертном зале «Сибирь» на одной из лучших площадок нашего края в 3 часа состоится гала-концерт победителей. Это лучших из лучших, да, то, что выберет наше высокопрофессиональное жюри. Тоже, опять же, можно скажу о том, что это тоже наше достижение нашего конкурса, потому что мы, ну, одни из немногих, приглашаем три состава жюри. То есть на каждую номинацию у нас работает отдельный состав жюри из специалистов не нашего региона. То есть одна из наших задач – это чтобы было вот все объективно. Мало того, у нас открытое судейство, то есть дети спели, исполнители исполнили номер, номера свои, и у нас поднимаются баллы по 10-бальной системе. В этом году в жюри будут работать представители города Новосибирска, это заслуженные артисты России Александр Лебедев, Дилара Варфоломеева, Дмитрий Александрович Суслов, Ольга Юрьевна Обухова. Это наши мэтры просто в жанре классического вокала. В жанре народной песни к нам приедет Алевтина Букина, это директор Центра сибирского фольклора из города Томска. Значит, будет представитель города Новосибирска Светлана Александровна Некрасова, это колледж культуры и искусств, отделение народного хора. Будет работать, конечно же, Ольга Семеновна Щербакова, наш мэтр, я считаю, тоже в области народной песни. Она всегда очень доброжелательна и всегда очень много говорит и желает нашим конкурсантам, и всегда они этого ждут. Ну и в номинации эстрадное исполнительство, наряду с уважаемыми членами жюри, которые уже были у нас, допустим, Инна Александровна Каршева, это город Омск, школа эстрадного вокала, в принципе, известная вокалистка. К нам едет еще в этом году Наталья Владимировна Толмачева, это город Тюмень, это Тюменский государственный университет, кафедра музыкального искусства эстрады. И она автор методики по эстрадно-джазовому вокалу, и она поделится своими секретами. Мастер-класс, да? Мастер-класс, да, в принципе, да, открыт. Он будет проходить 9 декабря у нас в Алтайском государственном доме народного творчества на улице Ползунова, 41. Поэтому, в принципе, наши участники, они будут оценены в высокопрофессиональном жюри, они также пройдут консультации, с нами работает врач-фаниатор. Любовь Александровна Карачкина, да, она посмотрит связочки. А, связки, все понятно. Да, кто чувствует проблемы или не чувствует, в любом случае, вокалист, хоть и маленький, хоть и средний, или большой, или взрослый, или профессионал, он должен, конечно же, консультироваться. А количество участников и возраст тоже участников хотелось бы узнать. Значит, количество участников у нас всегда, в принципе, много к нам приезжает, да. То есть наш конкурс любят, как мне уже говорят некоторые педагоги-вокалисты. Ну, здесь, на самом деле, это уже бренд, это марка. Да, и около 200 единиц. Десяти человек, да? То есть, ну, в принципе, любой профессиональный конкурс так и проводится. То есть, допустим, первая возрастная группа 5-7 лет, то есть вот они могут соревноваться, да, следующая 8-10 и так далее. То есть достаточно малый промежуток такой временной между ними, чтобы они были в одинаковых условиях все. Вот, это тоже наша одна из главных задач, чтобы было все объективно и правильно. Участники – это ребята, которые, ну, не знаю, изъявили желание. Либо вы отбор проводите, допустим, в течение года там ездите по краю, может быть, смотрите лучших, потом приглашаете. Или бы и так, и так. Как происходит вот отбор участников? Ну, вообще, наш конкурс, в принципе, уже известный. Открытый, да? Отслеживают, конечно, на местах. Но, тем не менее, в течение, конечно же, всего года мы смотрим интересных исполнителей. Вот у меня были такие уже случаи, когда я сижу на каких-то межрайонных или зональных фестивалях и говорю, что вот этот ребенок, он уже прям вот выстрелит на золотой ноте. И видно будет, что он достаточно хорошо покажется. Видно, как же ребенок себя на сцене ведет, да. Как он эмоциями своими владеет, не владеет. То есть материал, как он выдает. Поэтому, если он готов к такому конкурсу, потому что, конечно, конкурс, это уровень у него очень приличный. Ну, высокая планка, конечно, у вас, да. И бренд, и высокая планка. А вот если вспомнить, скажем так, историю вашего конкурса, 19 раз вы уже проводили, да? Может быть, вспомним каких-то ребят, которые, ну, не знаю, прославились уже за это время. Ну, или хотя бы в рамках Алтайского края мы же стали известными. Ну, конечно, есть такие исполнители. Конечно, не все удается всегда. Ну, понятно. Записать эту летопись, почему-то всегда не хватает времени. А вот зря, вот вы собираете материал. Потому что уже 20 лет, считай, все, уже история. Да, уже целая можно летопись создать. Нужно, конечно. Ну, вы знаете, Александр Гладков. Ну, известно, да. Да, исполнитель, солист наш, который Москонцерта сейчас солист, он тоже когда-то участвовал в конкурсе. И он всегда с благодарностью это вспоминает. И когда я прошу, бывает, его записать интервью какой-то участникам, какое-то приветствие или послание, он всегда с удовольствием это делает. Очень много участников. Кристина Геворгиан, она жила раньше в Быстром Истоке, потом в Новосибирске училась, все время участвовала в конкурсе. Да, еще с девочкой. Сейчас она работает в Питере, у них свой авторский проект, даже ее муж сочиняет. И они, я смотрю, так продвигаются, достаточно успешно. Они продвигаются, и нам радостно очень. Ну, Дмитрий Кушнин, вот смотрю, поет сейчас в Государственном ансамбле песни и танцы Алтая. Вот в прошлом году он стал лауреатом нашего конкурса, и неоднократно еще, живя в Павловском районе. То есть уже так знаешь всех, где кто жил. Я знаю, что много в Москву и в Питере знаю вас, и уехали по разным коллективам тоже, да, ребята? То есть никто практически, никто не потерялся из победителей, по крайней мере. Да, Богдан Кириенко тоже. У нас неоднократный лауреат, сейчас он в Москве, учится в Институте искусства и культуры, и на эстрадно-джазовом отделении, и работает с известными коллективами. Ну, то есть сложно сказать, потому что они смотрят, где им лучше работается, конечно, где они находят больше какой-то эмоциональный отклик, да, и работают. Поэтому переходят, бывает, из коллектива в коллектив, и не всегда успеваешь проследить. Поэтому очень много наших выпускников, так скажем, выходцев из нашего конкурса связали свою жизнь профессионально с музыкой. Ну, а ребята репертура сами подбирают, да, что исполнять? Там таких нет рамок, да? Да, мы не строго вот так вот не говорим о том, что вот пойти это или это. Конечно, лучше одну на русском, одну можно взять, не русскую песню. Да, ну, кто очень технично работает, конечно, им приходится исполнять западную музыку, потому что она более вот в этом жанре сложена, что ли. Вокальная, конечно, страда. Да, там техника, конечно, отличается от нашей музыки. Но, в принципе, мы не диктуем, да, вот эти вот какие-то моменты, но после каждого конкурса мы обязательно делаем разбор. То есть члены жюри обязательно остаются, и мы говорим, что так, что не так в каждой номинации. Конечно, всегда первое пожелание, вот Татьяна Анатольевна к нам приезжала, Кашкарова, пару лет назад из Москвы в жюри тоже, и она... Вот первый вопрос, я даже прям пришла на ум, да, что зачем вы берете эту песню? Зачем вы ее берете? Она сложная, да, она не ваша. Зачем вы ее берете в репертуар? Нет, она должна быть интересная. Да, понятно, что она не просто так, да, да. Нам, зрителям, хотелось... Должен чувствовать, что это твоя песня, скажем так. Да, нам, зрителям, хотелось бы ее услышать, и, конечно, мы тогда услышим то, что вы хотели бы показать, и все ваши технические навыки, и эмоциональные подъемы. Ну, надеемся, что как раз подобное открытие мы увидим на галоконцерте. Давайте еще расскажем, когда пройдет галоконцерт и где... Галоконцерт 19-го открытого краевого конкурса вокалистов «Золотая нота» состоится 10 декабря в концертном зале «Сибирь», проспект Ленина, 7, начало. В 15 часов мы ждем всех желающих. Замечательно, до встречи на площадке «Сибирь». Я напоминаю, что у нас в гостях была один из организаторов краевого конкурса вокалистов «Золотая нота» Анна Лакиза. Спасибо за внимание, до встречи.